здравствуйте дорогие друзья вы на канале текстиль эксперт меня зовут сергей медвезки и сегодня мы поговорим о том какие свойства могут быть и пряжи и для чего их знать дело в том что независимо от того какой области текстиль вы работаете или занимаетесь или вы шьете какие-то изделия или вяжите ли вас ткацкая трикотажная пряди на просто обязательно нужно знать свойства пряжи потому что это исходное с чего начинается весь текстиль сегодняшняя передача будет называться свойства пряжи или кто сильнее слон или муравей почему так сейчас разберемся итак у пряжи из три основных свойства основных я подчеркиваю это линейная плотность они мы делали отдельную передачу в прошлый раз а линейная плотность показывает какая пряжа толстая или тонкая вторая характеристика это разрывная нагрузка показывает насколько прочная пряжа и треть это неравно то показывает насколько пряжа ровно что является более важным из этих двух показателей разрывная нагрузка или неравно то это каждый из вас решит сам для своего производства потому что здесь такая есть некоторая дуальность да ну то есть например если пряжа не прочная но ровная то теоретически ткани или трикотаж из нее получить будет крайне проблематично потому что она просто будет рваться и на ткацком станке и на вязальной машине если же она наоборот очень прочная но абсолютно неровная то есть не можно теоретически получить изделие но это изделие будет выглядеть ужасно будет очень неравномерно но изделие будет получено поэтому каждый решает сам что для него важнее итак поговорим об этих основных свойствах первое из наиболее важных свойств это разрывная нагрузка ну сложно не вдаваясь в детали объяснить физический смысл этой величины поэтому у нас будет все очень по-простому смотрите разрывная нагрузка показывает какое усилие нужно приложить пряжи чтобы она разорвалась смотрите я растягиваю пряжу и при какой-то нагрузке она разрывается то есть это максимальная нагрузка при которой происходит разрыв пряжи например а мы говорим что разрывная нагрузка пряжи равняется 280 сантиньютонов 280 сантиньютонов разрывная нагрузка измеряется либо в ньютонах либо сантиньютонов соответственно что это значит что это за цифра о чем она говорит 280 сантиньютонов как ее представить ну если очень округленно то представим что это 280 грамм нужно подвесить к этой пряжи чтобы она разорвалась то есть сюда если мы привяжем грузик 270 грамм то она не разорвется а если будет висеть уже грузик 280 произойдет разрыв то есть это вес при котором происходит разрыв данного образца пряжи так и определяется эта характеристика на специальных разрывных машинах которые установлены в лабораториях как же сравнить какая пряжа прочнее если сравнивать несколько образцов между собой смотрите какое привожу пример например у вас есть два образца первый это хлопчатобумажная пряжа 20 текс ее разрывная нагрузка 280 сантиньютонов а второй образец это полиэфирная комплексная нить 8 текс ее разрывная нагрузка 240 сантиньютонов насколько корректно сравнивать какая из этих двух видов нити прочнее посмотрите во первых у них разная природа это хлопчатобумажная пряжа это химическая нить тем более комплексная во вторых у них разная линейная плотность 20 текс и 8 текс они совсем разные по толщине в два с половиной раза отличаются поэтому сравнение вот таких абсолютных величинах как 240 и 280 сантиньютонов является некорректным и по таким поэтому показателю два образца разной толщины сравнивать нельзя ну а как же их тогда сравнить и как решить какая пряжа прочнее но для этого нам придется немножко отвлечься и выяснить кто же сильнее слон или муравей ну многие слышали этот пример что слон поднимает гораздо меньше собственного веса а муравей поднимает груз намного больше собственного веса если мы отбросим квадратно-кубический закон галилея галилея а он просит о том что если слона уменьшит до размера муравья а муравья увеличит до размера слона и посмотреть какие они грузы будут поднимать дело в том что если муравья увеличит до размера слона он вообще не сможет двигаться потому что пропорции тел ему не будет этого позволять так вот а если мы пренебрежем этим законом то тогда у нас появляется другая величина для разрывной нагрузки она называется относительная разрывная нагрузка измеряется с сентиньютонов на текс и показывает какую нагрузку какую нагрузку выдерживает нить линейной плотности один текс то есть какую нагрузку выдерживает один текс используя этот показатель мы можем сравнивать абсолютно разные величины друг с другом разные нити разные виды пряжи и так далее ну например смотрите я беру тот же пример пряжи линейной плотности 20 текс разрывная нагрузка не 280 сантиньютонов посчитаем относительную разрывную нагрузку для этого 280 я делю на 20 и получаю что ее разрывная нагрузка относительно 14 сантиньютонов на текс то есть один текс а если бы эта пряжа была линейной плотности один текс и разная нагрузка выдержал бы 14 сантиньютонов для комплексной химической нити 8 текс ее разрывная нагрузка 240 240 я делю на 8 и получаю 30 текс то есть такая полиэфирная комплексная нить линейной плотности 1 текс выдержала бы 30 сантиньютонов получается что более тонкая полиэфирная нить 8 текс оказалось прочнее чем пряжа который в два с половиной раза толще хлопчатая бумажная 20 текс вот в чем преимущество этого показателя для сравнения используют только его относительную разрывную нагрузку запомните сантиньютона на текс раньше разрывную нагрузку измеряли в таком показателе как разрывная длина достаточно неудобный показатель сейчас от него почти все отказались показывал сколько километров составляет разрывная длина то есть когда пряжа рвется под действием собственного веса но это значит например разрывная длина 15 километров 15 километров длины этой пряжи разорвет ее под действием собственного веса но кстати до сих пор некоторые страны указывают своих характеристиках разрывная нагрузка эту разрывную длину но тоже в таких не слишком точных расчетах разрывная длина и относительная разрывная нагрузка в сантиньютонах на текс это примерно одно и то же или перерасчетный коэффициент будет 104 двигаемся дальше следующий показатель это неравнота что же это за неравнота что это за показатель все вам известно что в практически нету двух одинаковых вещей в природе все очень разное отличается по свойствам по химическому составу по структуре и не только пряжа но и две абсолютно одинаковые там детали изделий и прочее прочее даже близнецы отличаются незначительно друг от друга даже человеческое лицо как вы знаете является несимметричным ученые установили что более всего в природе наибольшее соответствие имеют две капли воды откуда и пошла кстати поговорка похоже как две капли воды а раз все в природе неравномерно в основном то что давайте разберемся как же подсчитывают такой показатель как неравнота значит неравнота у пряжи может быть абсолютно по всем свойствам неравнота по линейной плотности каждый участок пряжи неравномерен здесь волокон больше здесь волокон меньше в каждом сечении разное количество разная длина волокон и так далее неравнота неравнота если по разрывной нагрузке на одном участке пряжи больше волокон здесь она прочнее на другом участке меньше волокон она не такая прочная ну и так далее неравнота по цвету неравнота по сырью и прочее 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 сегодня нас интересует все-таки самый главный показатель, это неравнота по линейной плотности пряжи, потому что именно от нее зависит внешний вид изделий. Если пряжа ровная, то внешний вид изделий будет красивый, она будет смотреться равномерно и привлекательно. Если же пряжа неровная, грубая, то и внешний вид будет некрасивый, непривлекательный. Конечно, если мы будем сравнивать неравноту пряжи и комплексной химической нити, то у комплексной химической нити неравнота будет намного меньше, потому что она состоит из волокон бесконечной длины, они практически все одинаковые. Но все равно маленькая неравнота, но будет. Как же она определяется? Я не буду вас грузить сложными математическими понятиями, просто хочу, чтобы вы поняли физический смысл, что это за такое понятие, как неравнота. Например, я беру отрезок пряжи длиной 1 метр и нарезаю его на 5 одинаковых отрезков по 20 см. Метр разделяю на 20 см отрезки. А затем на весах я взвешиваю каждый из этих 5 отрезков и получаю значение массы каждого из этих 5 отрезков. Вы видите, они все немножко отличаются друг от друга. 1 сотая грамма, 12 тысячных грамм, 11 тысячных грамм и так далее. Итак, у меня есть 5 отрезков. Масса 5 отрезков. Затем я рассчитываю среднюю массу из этих 5 отрезков. Это обычная средняя арифметическая. И теперь, зная эти значения, я могу посчитать неравноту. Это достаточно сложный математический расчет для тех, кто не связан с математикой. И вам этот расчет знать абсолютно не обязательно. Ну, математика не такая сложная, но этот расчет практически сейчас никто не делает вручную. Определяется неравнота таким показателем, как дисперсия, среднекваторатическое отклонение и наиболее популярный и применяемый показатель – это коэффициент вариаций в процентах. Неравнота в процентах, коэффициент вариаций в процентах. Он-то и показывает, насколько пряжа неравномерна. Но по сути, чтобы вы понимали физический смысл, если каждое индивидуальное значение очень сильно отличается от среднего, то неравнота большая. Если же они все близенько находятся, очень близко к среднему значению, неравнота маленькая. Чем больше разброс, больше неравнота. Меньше разброс, меньше неравнота. Но, тем не менее, мы получили характеристики какой-то пряжи. У меня есть пряжа 18,5 текс, разрывная нагрузка 15 см на текс и коэффициент вариации или неравнота по линейной плотности у него 12-3%. Окей, что делать с этими цифрами дальше? Как мне, производителю, покупателю, изготовителю, как мне, что мне с этими цифрами дальше делать? Если я сравниваю несколько образцов между собой, тогда все понятно. Чем меньше неравнота, тем лучше. Чем больше разрывная нагрузка, тем лучше. Ну а если я не сравниваю ни с чем, а просто мне нужно решить, подходит мне эта пряжа для работы или не подходит. Для этого существуют различные госты, технические условия на пряжу, на ткани, на трикотажные изделия, где прописано, что пряжа должна быть, разрывная нагрузка пряжи должна быть не менее такого, такой величины, неравнота должна быть не более такой величины. И, соответственно, пользуясь этими нормативными документами, мы выбираем, подходит нам эта пряжа для работы или нет. Современные лабораторные комплексы пошли еще дальше. Мы сделаем отдельную передачу, обязательно я вам расскажу про такой лабораторно-исследовательский комплекс, как Устер-тестер, который сразу нам дает значение и показывает, хорошая пряжа или плохая. То есть, проверяя эту какую-то пряжу рандомную, ну, к примеру, вот эту хлопчатобумажную, мы определили значение ее неравноты и автоматически у нас будут известны данные, в какой процент хорошей или плохой пряжи в мире мы попали. Например, 5 процентов говорит о том, что наша пряжа попала в 5 процентов самой лучшей пряжи. Это хорошо, мы можем судить о месте своей пряжи в мировом уровне производства. Но об этом поговорим отдельно. Итак, выяснили, для чего это нужно, для чего нужно знать эти свойства. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Всего хорошего. Пишите свои комментарии, спрашивайте, про что вам еще интересно было послушать. Всем привет!